Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио и сегодня у нас по одному из современных календарей 23 июня 2016 года четверг по одному из старинных 33 день месяца ветров 7524 лета третейник сегодня очень много насыщенных праздничных мероприятий кто-то отмечает купалу кто-то отмечает день Ивана Купалы кто-то отмечает день Бога Хорса кто-то еще раньше уже успел все это отметить а кто-то еще будет это все отмечать В общем Купальские недели в полном разгаре с чем я вас всех и поздравляю Ну а мы переходим к теме сегодняшнего эфира которая звучит так Деволюция человека главный сведущий Сальс Сергей Альбертович Здравия Сергей Альбертович Здравия Итак тема достаточно интересная неоднозначная может быть для начала поговорим о том а что же такое Деволюция 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 и почему об этом надо нам всем знать и потом наверное поговорим и как с этим быть Знаете вот термин Деволюция человека наверное стал употребляться после того как была опубликована книжка с одноименным названием знаменитого американского археолога Майкла Кремо Ну в интернете существует также множество лекций с его участием Вот книжка называлась так Деволюция человека ведическая альтернатива теории Дарвина Значит Кремо основывался на ведах на пуранах на рамаяне на махабхарате Ну и он рассматривал так сказать события которые происходили с человеком на протяжении последних десятков и даже сотен тысяч лет вот исходя из своих археологических данных Но поскольку он стал ориентироваться на ведическую литературу и поскольку все это связано естественным образом с древнеславянской цивилизацией То вот даже будучи в России он не получил возможности выступить в крупнейших университетах Просто эти лекции не были допущены Но сегодня мы будем говорить об еще более запретных темах То есть о Деволюции человека которая происходит ну по крайней мере за последнюю тысячу лет Ну и она особенно ускорилась за последнее столетие Ну и за последние десятилетия это вообще что-то ужасное творится То есть мы исправим ту неприятность которая была Несправедливость которая в сторону Крыма была в России произведена Мы поговорим не только об этом но и другим Кстати вот когда я сказал вместо Деволюции говорился как говорят по одному из психологов Деволюции человека ведь тоже по сути в общем-то получается и отчасти это тоже может быть Да конечно схожие термины Да но все-таки мы говорим о Деволюции Итак какие же запретные темы мы сегодня поднимем Ну давайте сначала я думаю поговорим вообще о жизни Что такое жизнь Вот действительно это запретная тема Почему потому что в современной науке считается что развитие организма полностью определяется генетическим кодом Но дело в том что в генетическом коде содержится информация гораздо меньше чем требуется для построения организма И меньше на 10 порядков и более То есть это совершенно несопоставимая информация Мне уже приходилось говорить скажем вот в беседе с Валерием Алексеевичем Чудиновым о том что Эта информация для построения живого организма она приходит из космоса Это вот космическое излучение Причем не электромагнитной природы Его обнаружили наши питерские астрофизики Мишины Шпитальна несколько лет назад И изучили действительно колоссальное энергетическое излучение Которое исходит из так называемого центра галактики Ну и в общем-то сходное воззрение есть и в славяно-арийских ведах Что вот существует некое излучение Которое руководит всей жизнью на планетах в том числе и на Земле Ну вот исходя из того что существует такое излучение Из того что солнечная система движется в нашей галактике Причем она проходит ось Млечного Пути каждые 13 тысяч лет Ну а период вот этих прецессий примерно 26 тысяч лет То есть это довольно большой период времени Есть и более длительные циклы Ну вот с ними связано так называемое понятие О ночи и дня Сварога Вот о чем писал Левашов в свое время Но вообще говоря это такие процессы достаточно длительные И даже если мы сейчас выходим из состояния ночи Сварога То это не значит что этот процесс выхода завершится успешно Потому что деволюция человека немыслимо ускоряется за последние особенно десятилетия Ну потому что деволюция осуществляется не из-за того что действует космическое излучение А из-за того что этим процессом занимаются определенные люди, определенные организации Вот о них мы и поговорим Ну вот скажем давайте возьмем систему образования Что произошло в ней Ну среднее образование практически разрушено Ну сейчас взялись за высшее образование То есть сокращаются программы А в перспективе как вы знаете Перевод всей системы высшее образование на дистанционную форму То есть через интернет Ну с массовым увольнением профессорско-преподавательского состава Ну это записано в программах Вот Что касается средств массовой информации Ну тут в общем-то говорить нечего Сплошная пошлость Разврат Убийство Ну Интернет также причисляет к средствам массовой информации Так в интернете самые скачиванные материалы Это какие? Материалы с порносайтов Вот это и говорит о том Что пользователи интернета тоже деградируют Ну а что касается тех людей Которые эту информацию скачивают То есть скачивают гигабартами порнуху То с точки зрения глобализаторов Это самые надежные люди И так сказать в американских списках Люди которые массово скачивают материалы с порносайтов Это самые благонадежные люди Чего что-то говорить Значит люди не думают Интересуются этим Вот Ну вот Самое удивительное что Вот такие Вбросы порной информации Идут даже на Наши славянские патриотические сайты Я вот Как-то года два назад посетил сайт Москва-третий Рим После этого подхватил такой вирус Все время стал появляться у меня на заставке Сайт поколено.ру Вот Ну я с ним долго боролся Потом После того как я его поборол Еще раз прошел на этот сайт И после этого появился Другой сайт С названием Доколено.ру Ну вот понимаете Конечно Смешно Но вот Так Борются с патриотическими движениями в интернете Алло Алексей Слышите да? Да 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 я слышу Иногда хочу что-то вставить в слово Но перебивать с другой стороны не хочется Да 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 Вот Что касается Сейчас это просто Чтобы мысль не ушла Что касается Вот этих всех сайтов Которые в большом количестве появляются Там иногда бывают люди Которые Админы сайтов Ну не админы А те кому сайт доверили Вести заполнять Они пытаются Может быть иногда Не понимая сами То что делают Вставлять некие баннеры За деньги Ну зарабатывать на своих сайтах Посещая мои сайты И в этом случае Они не всегда отслеживают Что туда втюхивается А втюхать в баннере Можно что угодно В том числе и ссылки На какие-то сайты другие Порно и так далее Возможно Но баннеры Вполне определенного содержания Да Поэтому вот это конечно безобразие И одна из Почему мы Никогда Вот нам говорят Ну что вы рекламу не занимаетесь У вас посещаемый сайт Там так далее Потому и не занимаемся Что во-первых Мы не дельцы какие-то Это первое А во-вторых Рекламировать какое-то Что угодно Становится проститутками за деньги Лишь бы только платили деньги Мы не хотим Вот у нас называется Народное славянское радио Давайте вот так оно и будет Народное славянское радио Без всякой глупости И всего остального Вот это такой ответ Просто заодно воспользовался Ответить на вопросы Которые часто возникают Ну вот давайте продолжим Тему деградации человека Вот еще такой механизм О котором люди часто не задумываются Это пища Пищевые добавки Которые повсеместно Теперь вводятся Вот например Существует Такое вещество Аспартам Раньше Применялось только для диабетиков Но это подсластитель На самом деле Он вызывает Замедление деятельности Человеческого мозга И приводит Вообще говоря К деградации мышления Так вот этот аспартам Добавляют практически Во все Сладкие напитки Для детей В лимонады там Ну а теперь стали добавлять Даже в пиво Вот Фосфорные добавки Тоже В пищу Обязательно добавляются В консервы В зубную пасту В ТОР имеется ввиду Да В ТОР Фосфорные соединения И в ТОР И вот Это воздействует Так же на мозг Но еще воздействует На шишковидную железу Очень важная железа Которая играет роль В развитии интуиции человека Об этом можно особо поговорить Это такая отдельная тема Но Это приводит К деградации Этой самой Шишковидной железы И это по-видимому Сделано специально Ну то есть связь Нарушается связь С верхом Да И не можем улавливать Волны Кандалы Всякие То что называется Роданная память И так далее Да То есть вот Шишковидная железа Это своего рода Резонатор Ну по форме По сути дела Это резонатор Гельмгольца Вот такие Полости Делали наши Древние предки Для Приема информации С космоса То есть для подключения К всеобщему космическому разуму И снятию информации То есть Это конечно Обрезает Развитие Человеческой интуиции Ну а самое страшное Это проблемы Генномодифицированных Организмов Тут Не только Деградация человека А тут вообще Удар по его Генетическому аппарату И удар по Аппарату Воспроизведения Ну и Алкоголь И прочие Прочие наркотики Да Об этом уже Да Это Естественно Это все знают Я пытаюсь говорить О том О чем Мало знают Ну Лекарства Лекарства тоже Специально разрабатываются Для Отупления человека Еще в соответствии С программой Члена комитета 300 Бертон Рассел Он писал о том Что Лекарства надо соответствующим образом Разрабатывать Ну еще вот такая проблема Химтрейлы Туда добавляются Соли алюминия То есть в том числе Наш Аэрофлот Он распыляет На территории России Такие химические добавки Которые Так же приводят К тугоумиям Тоже это Специально Разработанные Добавки Кроме того Над Америкой Специально распылялись Радиоактивные Вещества То есть Это опять-таки Удар По генетическому аппарату Человека Специально Осуществляются Экологические диверсии Скажем Чернобыльская Диверсия Это взрыв Портативного Ядерного устройства В реакторе Нам устроили Спецслужбы И через Чернобыль Пропустили Более Полумиллиона Человек То есть Более Полумиллиона Человек Которые Были Ликвидаторами Получили Серьезный удар По своему Здоровой По генетическому аппарату Ну Много Говорят теперь О трансгуманизме То есть О превращении Человека В биоробота Это также Разрушение Человеческой природы Ну вот Об этом в частности Много Говорила И писала Четверякова Ольга Вот Ну К этому Надо Добавить Также Трансплантацию Органов То есть Если у человека Пересаживают Орган Это уже Не совсем Тот человек Который был Это человек С другой Психикой С другим Мышлением Ну и Искусственное Зачатие Которое Сейчас Также Активно Внедряется И уже Миллионы Людей Искусственных Зачат Это тоже Не совсем Люди Это также Путь К деволюции Человека Ну А если Теперь Сравнить Качество Скажем Литературы Музыки Или искусства 19 века И 20 И начала 21 То тут По-моему Деградация Очевидна Вот Мы много Говорили В свое время О строительстве О тех Памятниках Архитектуры Которые Построены В 18 19 Веках Которые Современными Техническими Средствами Не воспроизвести Вот это Так же Пример Деградации Инженерного Мышления Человека Как это Не странно Ну А в России Произошла Деградация Полнейшая Деградация В науке Не только В искусстве И других Областях В науке Я вот Отработал В Государственном Опсическом Институте Более 20 лет Ну А теперь Там остались Какие-то Совершенно Жалкие Остатки От этой Организации Научные Школы Ликвидированы А это было Крупнейшее Оборонное Научно-исследовательское Предприятие России Так а что Теперь Приходят Военные Заказы А их уже Люди Не могут Выполнить Потому что Разрушены Коллективы Разрушена Научная Школа Пенсионеры Уже Умерли Или совершенно Не дееспособны Вот что Произошло В современной Науки Так что Вот это Вот такие Основные Направления Разрушения Человеческой Природы Человеческого Разума Так Вопрос Конечно Возникает Кто и Зачем Осуществляет Эту Деградацию Или Деволюцию Ну вот Если Обратиться К природе Человеку Надо конечно Начинать С того Как Произошли Человеческие Расы Вот У всех Основных Человеческих Рас У чистых Рас На коже Практически Отсутствует Шерсть Нет Когтей Нет Клыков Совершенно По другому Устроены Половые Органы Чем У животных То есть О чем Это Говорить Что Все Современные Расы Не Произошли От Животных Ну а Человеку Которого Нет Шерсти Нет Клыков Нет Когтей Он В природе Совершенно Не Жизнеспособен Вот Представьте Вы Выпустили На природу Там Египетскую Голую Кошку Ну что Она Моментально Погибнет Не Выдержит Она Природной Нагрузки Ну Существует Теория О том Что Некоторые Расы Произошли В результате Прошедших Ядерных Войн Якобы Вот От Обычного Гомо Сапиенс Сапиенс Произошел Синантроп Желтый Человек Якобы Ну В общем Такие Гипотезы Не выдерживают Критики Потому что На самом деле Все расы Специальным Образом Расселены Разделены По территории Земли Были Ну Теперь Идет Смешение Но На самом деле Конечно Это все Делалось Совершенно Специально Все расы Не произошли От животных И очевидно Имеют Неземное Космическое Происхождение Ну вот Очень часто Думают Что Скажем Негроидная Раса Она более Отсталая Чем Белая Ну Наверное В каких-то Вопросах Да Ну вот Я вспоминаю Мне 15 лет назад Так примерно Были Два таких Студента Из Центральной Америки До сих пор Их помню Звали их Мутемба И Мукумба Так вот Они лучше всех Решали задачи По физике То есть В общем Я понимаю Что на самом деле Вот чистые Чистые расы Они В общем По своим Способностям И по физическим И умственным Мало Отличаются От Кроманьонца То есть Человека Гомо Сапиенс Сапиенс То есть Возможности Примерно Такие же Может Немножко Поменьше Но Тем не менее Это так Но существуют Гибридные люди То есть Люди Которые Смешивались С неандертальцем Причем Это не обязательно Было генетическое Смещение Через Половые Контакты И Явление Телегонии Да Вот это Один из Механизмов Так сказать Деградации Человека Ну Кроме того Кровосмешение Происходило Постоянно И вот Действительно Такие Гибридные Люди Они Обладают Ущербной Психикой Ущербным Мышлением Это действительно Так Ну Вот Отдельная Тема Конечно Это Снежный Человек Можно Отдельно Поговорить Но Это Уже Не совсем Биологический Вид Это Нечто Другое Вот Вот Как раз Здесь мы Подняли Такую Тему Частоты Крови Да То Что Раньше Говорили Частоты Рода И Как раз Одна Из Статей Которые Славянно-арийские Веды Запрещены Она Была Вот С этим Связана Когда К одной Заповеди Придрались И Сказали Ну Вы Что Ж Вы Тут Получается Нацисты Какие-то Вы Тут Запрещаете Смешиваться Вы Говорите Частоте Крови Частоте Расы А Это Как раз Вот Нацистские Лозунги Все Времен Вспомните Третьего Рейха Они Там Тоже Кричали Про Чистоту Расы И Когда Им Доказывали Тем Кто Нападал О То Что Ну Если Бог Или Боги Создали Разные Расы Ну Значит Видимо Так Они Видимо Так Было Чего-то Нужно И Каждая Раса Для Чего-то Нужна В том Видить Как Как Биороботов Или Там Вьючных Животных Нет Все равно Эти доводы Не были Учтены Вот У вас Запрет Кровосмешения А это Означает Что вы Значит Не соблюдаете Права Человека Он имеет Право Смешиваться С кем Угодно Вот Такой Одна Из претензий Была И вот На основе Этих Претензий Все Славяно-арейские Веды Были Запрещены А до Этого Были Запрещены Мало Кто знает И другие Тоже Писания Где Упоминалось О частоте Крови Вот Это надо Учитывать Все Да Самое Интересное Что Организация Которая Руководит Борьбой С экстремизмом В России Да Ну и во всем Мире Это Антидеформационная Лига Которая Состоит Из Откровенных Расистов Вот Это Так К слову То есть С расизмом Борются Откровенные Расисты Которые Сами Выступают Против Кровосмешения Это К слову Да Ну а что Касается Человеческих Рас То Их Вот такое Неживотное Происхождение Говорит о том Что их Эволюция Происходила Вне Земли В течение Миллионов Или даже Миллиардов Лет И На Землю Они Прибыли По всей Видимости В разные Времена Да Ну а дальше Уже Происходило Смешение Расселение Разных Рас По Континентам То есть Получается так Что где-то там В просторах Космоса Были Наши Родовые Земли Где мы Развивались И потом В какое-то Время Сюда Начали Когда Земля Была Готова Для того Чтобы Заселяться Сюда Начали Прибывать Наши Предки И вот Осаевать Территорию Ну сейчас Со временем Колонизировать Колонизировать Это называется И потом Потихонечку Потихонечку Когда Земля Была уже Подготовлена Все больше И больше Родов Небесных Как это Говорится Ведических Писаний Сюда Прибывало И вот Вся Земля Оказалась Заселена Вы правильно Сказали Что в разных Местах Разным Представителям Людей Выдавались Свою Выдавали Свою Участки Земли Получается В общем-то Ведическая Культура Она Ведическое Наследие Полностью Пересекает С вашими Словами Да И самое Интересное Что эти Эти расы Не истреблялись Более того Не было Рыбовладения Ведической Культуре Не было Рыбовладения Вот Ну а теперь Поговорим Несколько О другом Вот Недавно Была Передача С Валентином Катасоном Я Всегда Слушаю С интересом Его Мысли Вот Он Привел Слова Святителя Николая Сербского В миру Велимировича Это Такой Епископ Был Сербской Церкви Православной Так Вот Что Он Писал Что Существует Три Типа Людей Богоподобные Звероподобные И Бесоподобные Так Вот Звероподобные Это Что Это Результат Деградации То есть Кровосмешения И Волновой Генетики Когда Человек Разумно Смешивается С разными Зверями То есть Даже Потомства Может быть Не быть Но уже У него Рождаются Не совсем Люди То есть Генетический Аппарат Сохранился Тот же Самый Но На уровне Волновой Генетики Конечно Человек Очень сильно Меняется Меняется Его психика Действительно Человек Становится Звероподобным Ну А вот Что такое Бесоподобный Человек Это Вообще Отдельная Тема Для разговора То есть Как Произошли Бесоподобные Люди Это Особенно Важно Потому что Именно Бесоподобные Люди Сейчас Правят Правят Миром Так Вот Зародились Они В контакте С инфернальным Миром Ну А что Такой Инфернальный Мир Это Мир Демонов Мир Бесов Ну К сожалению Абсолютное Большинство Людей Думает В связи С Этеистической Пропагандой Что Этого Мира Не Существует Но На самом Деле Он Существует Ну Вот В традиции Православной Церкви Называть Таких Людей Каинитами И В общем То же Самое Говорит И Валентин Катасонов Он Таких Людей Называет Каинитами Ну Он Исходит Из Того Что Согласно Библии Каина И Авель Были Сынами Адама И Евы Но Каин Был зачат С помощью Инфернального Контакта То есть Был зачат Демоном А Авель Младший сын Был как будто бы Чистым Но на самом деле Это не так Потому что Волновая генетика Работала И на Авеля Ведь Вспомним У первой Жены У Адама Была кто? Лилит Выглядела Как ящерица Как Как Такой Маленький Дракончик Вот Это в Библии Описано Этим Каббалисты Занимаются А По линии Матери Если Каин Был Старшим Братом То естественно Волновая генетика Пошла И на Авеля Так что И Каин И Авель На самом деле Конечно Это Не совсем Люди Вот Но Это Всего лишь Легенды На самом деле Вот Процесс Инфернального Мешательства Через Инкуба И Сукуба Происходил В течение Многих Столетий И Он Привел К Формированию Во всяком Случае В Европе Вот Нового Класса Людей Которых Я зову Гомо Сатаникус Ну Это тоже Термин Не я придумал Это термин Давно существует Давно Веден То есть Человек Сатанический Вот Что такое Демонический Или Инфернальный Мир Вы можете Набрать В интернете Скажем Такое Словосочетание Фото чертей Бесов В связи С массовым Развитием Цифровой Техники Люди Уже Нафотографировали Очень много Таких Изображений Которые Появляются Везде Там В помещениях На улице В облаках На небе То есть Таких Изображений Очень много Это никакие Не подделки С помощью Фотошопа Это реальность Есть и Видеосъемки Об этом Я также Рассказывал Ну а У нас Был Психиатр Такой Знаменитый Геннадий Крохолев Который С помощью Фотоаппарата У больных Шизофреников И алкоголиков Фотографировал На лбу Вот такие Образы Действительно В виде Черте В виде Бесов Ну за это Его кстати Убили За то что Он стал Так сказать Научно Изучать Вот эти Этот самый Инфернальный мир То есть Это действительно Реальное Явление Это реальные Существа Но весь вопрос В том Как они Приходят В наш мир Ну вот Движение Нью Эйдж Его представители Считают Что это Существа Из нижнего Астрала Ну а если Вспомнить Средние века Когда развивалась Демонология То ведь там же И кабалистами И Другими Исследователями В частности В средневековой Книжке Гаэти В средневековых Гримуарах Была даже Проведена Такая Подробная Классификация Демонического Мира Действительно Огромное количество Демонов Которые Видели люди Которые Вступали В контакт С инфернальным Миром Причем В этот контакт Люди могли Входить В результате Ритуалов Во сне После приема Наркотиков То есть Множество Методик Вхождения В этот мир Ну и в том числе С помощью Алкоголя Недаром Говорят Что Зеленый Змей Ну Можно вспомнить И божественную Комедию Данте Ведь там тоже Описывается И ад И чистилище И рай Вот интересно Что у древних славян Вообще не было Понятия Ада Да А человеческие души Устремлялись В небо К своим Протцам К своим богам Ну это называлось Двигаться по золотой Лестнице восхождения То есть Не куда-то там вниз А именно стремление Вверх Развиваться Становиться богом И творить А не уничтожаться Все вокруг Да То есть Вот понятие Об аде Появилось В результате Появления Человека Сатанического Да Но у нас было Чистилище Это в случае Если необходимо Как в баньку сходить После того Как переходишь В мир иной Но нельзя же Появиться Перед своими Протцами В таком виде Надо было Очиститься Вот очистилище Был Но не ад Да И сам ад И саму демонологию Все это разрабатывали Уже представители Рода Гомосатаникус Ну Также С этим миром Сталкиваются люди Которые испытывают Клиническую смерть Проходят через клиническую смерть Тут можно Посмотреть Разные Славянские сайты Очень много Описаний Так как видят Ад Люди Которые прошли Через клиническую смерть Большинство людей Сейчас попадает В ад После смерти Вот Ну а теперь С точки зрения Физика Что это такое Ну Естественно Что академическая наука Все это не рассматривает Более того Ей Запрещено Еще со средних веков Этим заниматься Для того И Организовывались Академии наук Для того Чтобы Закрыть Для человека Понять о тонком мире Мире Да Какие существуют Насчет этого гипотезы Что мир многомерен И вот Что эти существа Приходят из других мерностей Ну Надо понимать Что Многомерное пространство Ну скажем Четырехмерное пространство Которое вел Минковский Где Одна четвертая координата К тому же Еще и мнимая Ну что это такое Это не более чем Математическая абстракция К реальности Это никакого отношения Не имеет Это всего лишь Математический прием Который позволяет Там что-то решить Что-то Высчитать Но Эту же задачу Можно решить И другими методами Без Привлечения Понятия Многомерности Ну и тем более Мнимости То есть Это не более чем Абстрактный Не более чем Абстрактный Математический прием Ну вот Вторая гипотеза Касается Квантового мира О том Что существует Явление Квантового скачка Квантовой телепортации Значит Я этим Давно Интересовался Еще с начала 90-х годов И как специалист По квантовой оптике Могу сказать Что В этом Абсолютно Ничего нет То есть Все эффекты Квантовой оптики Все этой Телепортации Фотонов Объясняются Полуклассические Все это На самом деле Выдумки А выдумки Почему Потому что Так Есть связь Да Да Связь есть Я слежу за чатом Вопросы идут Внимательно слушаю И с чем это связано Ну вот У физиков Есть такое Представление Вот если мы Две микрочастицы Сблизили А потом Их Начинаем Отдаляться То Связь между ними Не прекращается Потому что Перекрываются Их волновые функции И здесь Как бы В эти волновые функции Уже даже Время не входит Но на самом деле Как показали Работы Такого Американского Теоретика Барротта Которые были Блестяще Подверждены Экспериментально На самом деле Волновые функции Всех микрочастиц Строго Локализованы Поэтому Если мы Развели частицы На большое расстояние То между ними Связь теряется То есть Вот С точки зрения Квантовой механики Связь между ними Полностью Теряется И уже Никаких корреляций В их свойствах Нет То есть Все это Как говорится От лукавого Люди получают Гранты Работают над этим Но Все это Объясняется Полуклассически Ну и остается Третья гипотеза Насчет того Как появляются Эти существа Они вовсе Не телепортируются Не приходят Из других Измерений А все это Связано С изменением Физических Свойств Мировой среды Эфира То есть Если мы Меняем Плотность Эфира Температуру Мы можем Изменять Темп Всех Происходящих Процессов Поэтому Организм Который Попадает В среду С менее Высокой Температуры Эфира Все Физические Процессы В нем Замедляются Скажем Все оптические Переходы Переходят В далекий Инфракрасный Диапазон Или даже В радиодиапазон И такой Организм Становится Невидимым Но Стоит Изменить Параметры Эфира Вокруг Него И он Также Становится Видимым Но поскольку Темп Процессов Там Замедляется Можно Говорить О том Что Вот В этом Мире Инфернальном Практически Не существует Понятия Времени Оно Конечно Есть Но Темп Процессов Там Происходит Совершенно Не так Как В нашем Мире Хотя Это На самом деле Один И тот Же Мир Но Просто Изменяются Параметры Мировой Среды Или Эфира А Люди Которые Одержимы Бесами Вы знаете Ведь Они Демонстрируют Какую-то Сверхъестественную Человеческую Силу И Сверхъестественную Реакцию Вот Вспомним Такого Графа Дракула Человек Одержимый Бесами То есть Сатанист Который Ел Человеческую Плоть Пил Человеческую Кровь Отъявленный Сатанист Кстати Его Он Дракула Является Предком Английской Королевской Семьи Многих Президентов Соединенных Штатов Об этом Мало Кто Знает Так вот Дракула Был Совершенно Непобедим В бою Почему Потому что Вот таких Людей В которых Вселяются Бесы Темп Процессов Для них Может ускоряться Значит Ускоряется Вся реакция Человека Особенно В бою И он Становится В бою Непобедим И неуязвим Потому что Он все Видит Заранее Заранее Все предвидит И вот Существует Даже Такая Гипотеза Которая Разрабатывается Нашими Питерскими Исследователями О том Почему Рим Одержал Победу Над Древней Русью Дело в том Что Где-то Тысячелетия Назад На Европу Было Нашествие Демонических Существ Об этом Даже существуют Книжки Есть описание Как и Над итальянскими Городами Лидала Куча Демонов И От контакта С демонами Возникали Вот такие Люди Которые Становились Легионерами То есть Люди Маленького Роста Но С убыстренной Реакцией Действительно Они в бою Становятся Непобедимыми Вот как Тот самый Граф Дракул Очень надо сказать Интересная Гипотеза Ну Эти люди Тот Реакцией Выродились Естественно Весь этот Род Таких Быстрых Маленьких Существ Он прекратился Но тем не менее С помощью Вот такого Вмешательства Демонических Сил Действительно Рим Одерживал Победы Интересная Гипотеза Вот Ну а теперь Может пока думайте Я напомню Нашим радиостушкам Что в ведической Культуре Существовало Такое представление Но в одной Из форме Ведической культуры Что верхняя Планка Это аз То есть человек Богоподобный На земле Человек Бог на земле Который отвечает За землю За все что происходит Дальше Чуть чуть ниже По уровню развития Человек Это вот Тот который Ничего пока Не достиг Уровня Бога На земле Но который Отвестен Хозяин Знает Что здесь Делается И так далее Дальше Ждет Людина Это те Кто населяет Большее количество Людей Но которые Стремятся Стать человеком Не с точки Человекоподобного А человеком С точки зрения Разумности Дальше жить Это начальный Уровень человека Который Ну пришел сюда Еще пока не разобрался В чем дело А вот ниже Этой черты Начинается Не жить Потом дальше Не людь Уже Потом бес Ну и дальше Уже совсем Низкие уровни Это демонические Уже полные существа Одно из названий Которых Были Кащеи Вот это вот Ответь И еще Когда мы говорили Про вот эти Пробирочные Все дела Ведь Не надо далеко ходить Достаточно Открыть Что перед тобой Не исав То есть Исав Родился Полностью Как в козлиной Шкуре Вот такая У него была Повышенная Волосатость Так что Вот далеко Ходить Ну это Знаете Это результат Контакта С животным Миром Причем Ведь Такое Наблюдается На земном Шаре В разных Горных Районах То есть Вот куда Был Смещен Неандертальский Человек Вы можете Посмотреть Даже на японцев На горных Они более Волосатые В Китае Тоже полно Волосатых Людей Но Так сказать Кавказ Или Испания Баски Это тоже Говорит о том Что происходил Вот такой Контакт С неандертальскими Ну или Вот другим Выродившимся Человеком Который В результате Контактов Со зверем Вот Превращался В такое Человекоподобное Звериное Существо Так что В общем Это Не только В Библии Это В общем По всему Земному Шару Было Ну а Ведь Вот такая же Иерархия Существует В аду То есть Вот в инфернальном мире Тоже существует Иерархия Демонических сил Она вот Описана Скажем В книжке Гаэти Или средневековых Гримуарах Ну вот Низшие демоны Они действительно Имеют Вид чертей Ну что это такое По всей видимости Это вот Попавшие В ад Души Вот таких Выродившихся Людей Иногда С копытами С рогами То есть Самое Разнообразное А вот Высший Демонический Мир Это уже Ящеры Ящеры Драконы Да Вот которые По всей Видимости В аду Имеют власть Над Вот простыми Бесами Ну иерархия Там сложная Противоречивая Потому что Много Исследовали Демонический Мир Надо понимать Что все Это реальность Вот Ну а теперь Как же все Таки Происходил Этногенез Человека Сатанического Гомо Сатаникус Ну вот Такой процесс Происходил На территории Современного Китая На территории Современной Индии Но больше всего Этот процесс Затронул Ближний Восток Значит Почему Потому что На Ближнем Востоке Этот процесс Забесовления Был поставлен На конвейер Что происходило Происходил Свальный грех У демонов У идолов Вала Там Астарты Молоха Одновременно Происходили Человеческие Жертвоприношения На них Стекались Демоны И уже Затчатие Происходило С участием Этих демонов То есть Эти явления На Ближнем Востоке Особенно Вот На Территории Откуда Крафаген Пошел Сейчас Как называлось Это место Ну В общем На территории Ближнего Востока Да Заскок Значит Вот эти Эти явления Происходили Массовые Более того Вот уже Они перекинулись На территорию Египта Эти массовые Жертвоприношения С массовым Значит С массовым Свальным Грехом Потом На Испанию Потом На Францию На Голландию И так далее Этот же процесс Происходил И на территории Руси То есть Через Хазарию Через Поволжье Этот процесс Происходил Вот так Происходил Этногенез Людей Которые Стали называться Евреями Ну Насколько Он затронул Все еврейское Население Трудно сказать Но во всяком случае По Исследованиям Дэвида Айка Значит Вот Процент Сатанических Людей Среди Скажем Белого Населения Достаточно Невелик Ну В общем Он считает Что вот Человеком Сатаническим То есть Одержимым Бесами Это составляет Примерно 5% Населения Да Ну А среди Еврейского Населения Процент Несколько раз Выше Вот Ну Характерные Черты Этого Бесовского Человека Это конечно Одержимость Ритуалом Патологическая Жестокость Пошлость Ну И плюс К тому Гомосексуализм Это почти Обязательно Да То есть Как бы На основе Вот таких Гомосексуальных Извращенцев Потом Стали формироваться Тайное общество А тайное общество Уже Разрабатывали Теорию захвата мира Вот Как это все Происходило Ну И Самое интересное Что вот Такое Массовое Зачатие С участием Демонов Привело К тому Что Разные Народы По своему Генетическому Происхождению Имеют Сходные черты Скажем Вот Сефарда Ишкеназа Несмотря на то Что По генетике Это разные люди Имеют Сходный вид То есть Вот характерные Черты Они Как раз Связаны С Смешательством Демонических сил Ну И Произошло Ну А Ведь Дальше Работали Гностические Секты Тамплиеры Потом Масоны Ну А Гомосексуализм У них Это Почти Обязательное Процедура Но Аж Какую Программу Они Выполняют Они Выполняют Бесовскую Программу Или Программу Высших Демонов Так называемую Программу Лецифера Она Была Продиктована Этим Одержимым Бесами Людям Ну Где Продиктована В книгах Пророков Так называемыми Пророками Которые Тоже Были Кабалистами На самом Деле Входили в Состояние Трансы Получали Информацию От Демонического Мира Ну К ней В Программе Джона Ди Это программа Построения Нового Мирового Порядка Очень Давно Это Было Разработано И Главенствующая Роль По этому Проекту Должна Играть Британская Империя Вот почему Центром Глобализации Является Англия Вот Ну А потом В дело Включились Баварские Иллюминаты Которые Произошли От Иезуитов А Иезуит Это Тоже Гомосексуальная Секта Внутри Ватикана И От Иезуитов Получились Баварские Иллюминаты Которые Стали Разрабатывать Свои Программы То есть План Банкиров Новый Завет Сатаны Но Также Надо Вспомнить О таком Плане Который Был Продиктован Такому Главному Сатанисту Середины 19 века Лимону Энсофу Тоже Он написал Свою книгу Которая Также Учитывается Сатанистами В построении Нового Мирового Порядка Одна из главных Книг Это Книга Альберта Пайка Морали Догма Ну и Вот Также Статьи Выступления Которые Можно Найти Ведь Пайку Был Продиктован План Трех Мировых Войн Революции В России То есть Вот Все Что Сейчас Происходит Это Просто Результат Маниакального Выполнения Этих Программ Вот Этими Представителями Гомосатанистов Которые Захватили Власть В мире Ну и Тут Конечно Страшная Весть Происошла С христианством И с нашей Православной Церковью Потому что Люди Стали считать Что Эта Программа Якобы От Бога Исходит Вот Если Она Изложена В Библии То Книги Пророков Дают Именно То Что Должно Произойти Люди На это Настраиваются И тем Самым Они Прокладывают Себе Дорогу В ад Дорогу К погибели Человечества Вот люди Наши Христиане Наши Православные Люди Не могут Понять Что на самом Деле Это Программа Не Бога А Сатаны То есть Все Вот эти Программы Были Продиктованы Инфернальным Миром И записаны И сейчас Они С маниакальному Постом Выполняются Мировым Сионизмом Больше На самом Деле Происходит А люди Думают Что это Программа Бога Но Если Они Это Думают То К чему Хорошему Это конечно Не приведет Вот Ну а Ведь Поэтому Вот если Люди говорят О том Что главным Врагом Человечества Являются Либо там Англосакс Либо там Террористы Либо еще Что-то Ну Это конечно Все неправда Потому что Существует Единственный Враг Человечества Это Сатанизм Ну и Главная задача Сатанизма Это что Превратить Богоподобного Человека Сначала В звероподобного А потом В бесоподобного Ну и Как вы знаете Что Единственную Религию Которую Они хотят Оставить С помощью Экуменических Программ Это Сатанизм То есть Сатанизм Это религия Нового Мирового Порядка Если вы Слышали Или смотрели Есть Выступление Вернее Служба В которой Участвует Наш Новый Папа Франциск Так там На этой службе Прямо Говорится Что Христос Это Сын Люцифера То есть Что Получается Что Христос Получился В результате Инфернального Контакта С Люцифером Вот что Происходит То есть Современный Ватикан Полностью Перешел На сторону Сатанизма Ну а Что Касается Двух Последних Пап Бенедикта 16 И Франциско То Можете Посмотреть Скажем Фильм Галины Царевой Спрут Там Подробно Рассказывается На основе Документальных Данных Что Эти два Папа Вместе С высшим Масонством Участвуют В сатанинских Ритуалах С убийством Детей С питьем Человеческой Крови И даже С актами Каннибализма То есть Этим Занимается Высшее Масонство Этим Занимается Английская Королевская Семья Этим Занимается Верхушка Ватикана Вот что Происходит На самом Деле Причем Ведь Вот такое Явление Оно Стало В последние Десятилетия Массовым Во всяком случае Дэви Тайк Оценивает Что Только в Америке Пропадает Более Ста тысяч Детей И десятки Тысяч Детей Попадает Вот к таким Изуверам То же самое Происходит И в Европе И к сожалению Можно сказать Что такое же Но конечно В гораздо меньших Масштабах Происходит И в современной России Вот об этом Тоже Можно говорить И Самое страшное Что все Эти преступления Оказываются Безнаказанными То есть Дэвид Айкон Подробно Разбирает Эти случаи Показывает Что Просто Приходит Приказ На уровне Там Генерального Прокурора Или там Суда Закрыть Эти дела Эти дела Если они Начинаются То они Очень быстро Закрываются Потому что Где находится Власть У кого У тех же Представителей Гомосатаникус Поэтому До суда Такие дела Несмотря на Их массовость Не доходят Я вспоминаю По всей видимости Единственное Такое Шумное Дело Которое Происходило По этому Поводу Это так называемое Дело Белеса Если помните Да Ну что там Произошло Ну вот Киевский Хасид Представитель Любавических Хасидов Ну Похитил Ребенка Андрюшу Вещинского Ну и потом Его Нашли Исколотом Со спущенной Кровью Так что Дальше Произошло Очень Долго Продолжался Суд Все Свидетели Этого Дела Практически Были Убиты Вся Пресса Работала В защиту Белеса И что Его Суд Присяжных Под нажимом Под испугом Оправдал Этого Белеса Ну а Теперь Такие Дела Просто Не доводятся До суда Причем Ведь Если вспомнить Такую работу Владимира Ивановича Даля Которая Сейчас Запрещена Как Называется Записка Ритуальных Убийств Значит Ее Недавно Запретили И даже Написали Что это Вообще Не Дали Ее писал Хотя На самом Деле Существует Свидетельство Даже О том Что Был Действительно Просьба И заказ Полиции На Исследование Этой темы Автор Живого Великорусского Толкового Словаря Что он Описал Там Более Сотни Таких Случаев И он Подчеркивал Что Эти Случаи Не имеют Никакого Отношения К Обычным Религиозным Евреям А это Происходит Только На территории Где Орудуют Любавические Хасиды Вот Так что Все обвинения В адресе Еврейского Народа В этом смысле Надо снять То есть Такими Зверствами Занимаются Либо Хасидские Организации Либо Масонские Мы В том числе Ватикан То есть Явление Имеет Массовый Характер Но Сам Еврейский Народ В своем Абсолютном Большинстве Об этом Даже Не подозревает Вот что На самом деле Происходит В общем Предлагаете Не грести Подану Гребенку Всех А более Конкретно Разбираться Кто в чем Виноват Да А если Возникают Разбирательства На этот счет То сразу же Возникает Тема Антисемитизма Хотя Никакого Отношения К Антисемитизму Вообще Эта тема Не имеет Потому что Это Правители мира Которые За людей Самих Евреев Не считают Да И неоднократно Кстати Были упоминания От тех самых Товарищей Сверху Когда они Говорили Ну те Евреи Которые уже Со славянами Как-то живут Бок о бок Они уже Перестали для нас Быть евреями Да в общем-то И все Вот эти войны Которые Затевались Это вот эти Евреи Они были Разменной монетой Для верхов Их также бросали Для того Чтобы потом Поднять войн Ну войн Я имею ввиду Бросали в пекло Там подстраивали Всякие провокации Лозунги Без жидов Спасает Осио Пятдесят И опять же Вбрасывались Им же Для того Чтобы побольше Кровушки пустить И потом Сделать так Что все Казались бы Виноваты Перед ними Ну Простой пример Вот последняя Германия Которая до сих пор Выплачивает И не понимает В общем-то А как это могло Произойти Да На самом деле Ведь главным Сионистом Был сам Гитлер Люди этого Не понимают То есть Гитлер кто По происхождению Гитлер Это Правнук Основателя Династии Ротшильдов И сейчас Подняты документы Где показано Что Весь план Гитлера Разрабатывался Им Совместно С главой Иллюминатов Того времени Эдмундом Ротшильдом Когда Эдмунд Ротшильд помер То Гитлер стал уже Практически Самостоятельной фигурой И надо вспомнить О том Что Новый мировой порядок Был главным Словосочетанием Которое говорил Гитлер А после завоевания Мира Он Предлагал Отдать власть Отдать мировую корону Английскому королю То есть Гитлер Выполнял Программу Нового мирового порядка И в том числе Строил Государство Израиль То есть Он Подготавливал Все Для переселения Евреев В Палестину При этом Как Завещались Сианисты Необходимо было Обрубить Засохшие корни То есть Части евреев Которые Не годились Для этого Просто надо было Истребить Вот Это выполнял Гитлер На самом деле Он выполнял Сианистскую программу Ведь Этого же Большинство евреев Не понимает И даже об этом Не хочет Слушать Ну А что Касается Вот Тех же Любавических Хасидов Которые Теперь Практически Руководят Нашей Страной Они Усуществляется Именно Их Программа В нашей Стране Так Ведь Когда У нас Пришел К власти Берлазар То Бывший Главный Равин Он и сейчас Является По своей Версии Главным Равином Шаевич Прямо Сказал Что Это Секта Которая Пришла С деньгами Для того Чтобы Захватить Власть Ну Так А что Дальше Большинство Евреев Все-таки Поддержало Эту Секту А когда Вот Был Такой Случай Помните С Красноярскими Мальчиками Когда Нашли В Красноярске Пять Мальчиков С Откачанной Кровью Да Ну Естественно Люди Поняли Что Это Случай Ритуального Убийства Так же Как Убийство Андрюша Ющинского В деле Белеса Но Тут же Шаевич Дал Приказ Всем СМИ Молчать Вы Что Говорят Дураки О чем Вы говорите А Сразу Была Поднята Волна Борьбы С Антисемитизмом То есть Люди Даже Не поняли Что По этому Поводу Надо Просто Молчать Так Что На самом Деле Вот Видите Нормальные Еврейские Организации На самом Деле Косвенно Поддерживают Организацию Берлазар У нас Вот Что На самом Деле Происходит То есть Любовичевские Хасиды У нас Сейчас Командуют Над Всеми Евреями И командуют Над Всеми Олигархами Вот Что На самом Деле Произошло Ну А Наше Еврейское Население К сожалению Этого Не понимает Да у нас Мне кажется И не только Еврейское Многое Другое Население Не понимает Что происходит Один Не понимает В этом Другие Не понимают В этом Сейчас В общем-то Деградация Правильно Сказали Очень Большого Уровня Достигла И поэтому Люди Головушку Свою Не включают Они Просто Живут Как животные В большинстве Своем Вот Лишь бы Был корм Лишь бы Было Развлечение Ну Хлебо И зрелище Можно Одной фразой Резюмировать Да Так что Вот Видите Понимаете На самом Деле Конечно Главный Враг Человечества Это Никакие Там Ни Англосаксы Ни Масоны Ни Арабские Террористы Ни Украинские Фашисты Ни Славянские Экстремисты В общем Список Можно продолжать А главный Враг Человечества Это Сатанизм Ну И Главная Задача Сатанизма Как я уже Сказал Это Превратить Человека Разумного Человека Богоподобного В звероподобного И затем Сатаноподобного То есть Человека Одержимым Бесом Вот Эта задача К сожалению Успешно Выполняется Ну И к чему Это приведет В конечном Случа Если Них не Остановить К исчезновению Человека Как Биологического Вида Вот К чему Это Приведет Но В конечном Счете Это Конечно Приведет Просто К исчезновению Форм жизни На земле Хорошо Если Основная Часть Раскрыта У нас еще Вопросы Есть Чтобы Так Можно было Поотвечать Я хочу Добавить Перед вопросами От себя Я музыкальную Паузу Специально Не вставлю Потому что Интересно У нас Беседа Идет Вот Когда мы Говорили Про многомерность Во многих Ведических Писаниях Как раз Указывается О том Что Помимо Нашего Мира Который Явный В котором Мы Приспособлены Себя Ощущать Видеть И действовать Трехмерный Плюс Четвертое Это время Четыре Измерения Существуют Еще Более Миры Более Высокой Где Существует Большие Измерения Например Легия 16 Измерения Орлегия 256 Арана 65536 И так далее И тому подобное То есть Миров Существует Много Но Когда Кто-то С точки Зрения Земной Математики Пытается Что-либо Считать Меня это Вводит В ступор Вопрос А каким Образом В нашем Трехмерном Измерении Плюс Четвертое Время Ты Пытаешься Рассуждать Пятью Шестью Седьмью Измерения Что тебе Это может Дать Для чего Ты это Делаешь Ведь все равно Эти измерения Здесь Проявить В ощущениях Человека Будет Невозможно Практически То есть Какие-то Утопические Дела Я понимаю Как ты Находишься В трехмерном Например И смотришь На плоский Лист Да Ты на плоском Листе В меньшую Сторону У меньшего Измерения Можешь что-то Нарисовать И что-то Представить Это одно Но в обратную Сторон Из плоскости В трехмерку Туда залезть Это уже Будет сложнее Там будет Что-то Виртуальное То есть Нереальное Это как Дополнение На самом деле Я считаю Что Многомерность Это всего лишь Модель Гипотеза А на самом деле Тонкий мир Устроен Как матрешка Недаром В русской культуре Существует Матрешка То есть Один мир Вкладывается В другой И так далее То есть На самом деле Все происходит В одном И том же Трехмерном Пространстве Только Мы переходим На область Других частот И этот мир Становится Для нас Невидим Но При определенных Условиях Он может Становиться Видимым Вот Это происходит Когда перед людьми Появляются Там ангелы Или демоны Вот это и происходит Хорошо И Какой такой еще Вывод можно сделать У нас есть такая поговорка Ну вот как Суворов перешел Через Альпу У нас все через Альпу И делается Но вот когда я слышал Ваши рассказы Мне в голову пришло Что у них-то У этих вот ребят Про которых мы говорили Все делается через пятую точку То есть Однозначно Хочешь повыситься Куда-то Ты обязательно Обряд гомосексуализма Должен пройти Хочешь там куда-то залезть Обязательно Вот И так далее То есть Ну да Знаете У нас был какой-то Режиссер знаменитый Я забыл фамилию Значит он В Горбачевское время Поехал в Голливуд И С удивлением узнал Что Для того Чтобы получить там В Голливуде Главную роль Или какой-то фильм Надо быть Либо гомосексуалистом Либо евреем Ну а лучше И то и другое Тогда тебе будет Зеленая улица То есть Просто так В Голливуде Человек не пролезет Ну а В системе Современной власти В общем Она вся построена На этом принципе И туда же Нет смысла Разделять Евреи Не евреи А Именно Так сказать Сепарация Людей Происходит Вот на уровне Половой ориентации Это вот такой Самый главный Критерий Да Как говорил Винни-Пух Можно без хлеба И побольше И того и другого Ну ладно Переходим к вопросам Елена 777 Вопрос в эфир Можно ли Бесподобным Извероподобным Людям Встать на светлый Божественный путь развития И если можно То с чего Надо начинать Убежден в том Что можно Ведь Христос пришел К евреям Для того Для чего Для того Чтобы дать Дать им Святого Духа Как я уже сказал Вот эти Бесподобные люди На самом деле С генетической точки зрения Это обычные люди То есть Все работает На волновом уровне На уровне волновой генетики То есть Это Не совсем та генетика Которой Говорят Обычные биологи Так что Исправить это можно И Даже в католической церкви Существовала Служба Экзорцизма Да Где Люди Изгоняли бесов Но Изгнать бесов Это мало Надо еще Направить Человека На истинный путь Ну Этим Занимало В том числе Христианство Ну До той поры Когда оно Действительно Разрабатывало Учение Христа И пока Не возникла Католическая церковь Протестантская Когда Власть в этих церквях Захватили Откровенные Сатанисты То есть Вот до этого Христианство Выполняло Свою позитивную роль Несмотря на то Что многие говорят Что вот христианство Было придумано Специально для того Чтобы захватывать мир Ничего подобного На раннем этапе Христианство Выполнило Положительную роль Огромную положительную роль В развитии И науки И искусства И вообще Оно Я думаю Спасло Европу От полной деградации Христианства То есть Если бы не христианство Сатанизм Он захватил Европу Еще в средние века То есть Вот А Излечить человека Безусловно Можно То есть Если человек Изгонит бесов И дальше Перейдет на Изучение Ведического Мировоззрения Или даже Христианского Мировоззрения То это Безусловно Ему поможет Ну то есть Изначально Все равно Так или иначе Надо здравомыслие Будет проявить То есть Какое-то усилие На собой Все равно Придется сделать А не просто так Ну-ка Давайте Меня вылечите Ладно Хорошо Вопрос Эфир от Владимир Измытич Большая честь Для меня Задать вопрос Выдающемуся Ученому Сергей Альбертович Почему Ученые Очень неохотно Рассказывают Об абсолютном Антропологическом Принципе Антропный Принцип Может быть В этом Принципе Кроется проблема Эволюции И деволюции Почему Обыватель Мыслит Шаблонно И не видит Иных путей Развития человека Откуда Этот банальный Дуализм Эволюция Деволюция Итак Почему ученые Не очень охотно Об этом рассказывают Ну знаете Вот Антропный Принцип И в мягкой И в жесткой форме Он широко Используется Современными физиками К сожалению Ну понимаете С моей точки зрения Это полный маразм То есть О чем говорится Что мир Возник Из нулевой точки Произошел Большой взрыв Естественно Который на самом деле Никогда не происходил И этот взрыв Произошел Для того Чтобы в итоге Появился человек Чтобы человек Стал Познавать Сам этот большой взрыв И зачем Образовалась вселенная Ну понимаете Ну это конечно Маразм Но с этим маразмом У нас Живет наше Физическое общество Его высшие круги Ну то есть Они Руководствуются Совершенно ложными Теориями И ложными Теориями Построения космоса И Считают Что Именно они То есть Люди Которые Познают физику Этого мира Являются Высшей ступенью Развития человечества На самом деле Я могу сказать Что Вот все эти физики Все эти Нобелевские лауреаты Это полнейшие дегенераты Почему я могу так сказать Ну потому что Вот года четыре Или пять лет назад Было письмо Восьмидесяти шести Нобелевских лауреатов Представителей Американской академии наук Которые предложили Уничтожить Россию С помощью нанесения Нескольких точечных Тактических ядерных ударов По основным Объектам энергетики И транспорта России Понимаете Восемьдесят шесть Нобелевских лауреатов Ну молодцы Чего Хорошие Молодцы Да Хорошие ребята Ну естественно Что они все масоны Потому что без масонства Нобелевские премии Не даются Ну вот Это пример Мышления Человека Сатанического Вот что такое Современная Научная элита Кстати Если говорить О Бенштейне То Значит Когда мы говорим О Бенштейне Тут вообще какие-то Совершенно страшные вещи Сразу же возникает Почему-то Тема антисемитизма Но извините Эйнштейн Вместе с Бертраном Рассовым Были разработчиками Теории нового Мирового порядка И что они предлагали Они предлагали Нанести Массированный Ядерный удар По Европе И по России По Советскому Союзу Со стороны Англии Америки Для этого Они предлагали Чтобы у других стран Не было ядерного оружия Ну и в результате Ядерного оружия Должно быть В соответствии С библейскими пророчествами Уничтожено Две трети Населения Земли Вот о чем писали Рассел с Эйнштейнами А единственное Что волновало Эйнштейна Это как При такой Массированной войне Третьей мировой войне Уберечь Интеллектуальную Элиту мира Вот что волновало Эйнштейна Опять молодцы Да Вот молодцы Вот такого человека Мы сейчас считаем Гением всех Времен народов И величайшим гуманистом Ой как хорошо Что я не отношусь Ко всем Так дальше Вопрос эфира От Олега из Иркутска Здравия Сергей Алибертович Есть выражение Убери лень Ты Предотвратишь Многие беды Вопрос Причисляете ли вы Обыкновенную Человеческую лень Которая родилась Как известно Вперед К основным признакам Деволюции Человеческого общества В наше время И является ли Она причиной А не следствием Других факторов Духовного Физического Вырождения Человека В период Эпохи Лисы Ведь в природе Во всей вселенной Все процессы Цикличные Меняется эпоха А с ней вместе И мы На сей раз В сторону В творческую Ведическую То есть Ослабляются Изъяны Пороки Души Выявляется Повышается КПД Мозга И определенная Часть людей Снова станет Человеками Благодарю Ну знаете Смотря какая лень Вот я считаю Что вот Лень Выполнять Монотонную Физическую Работу Это вообще Говорят Двигатель Прогресса Потому что Все технические Так сказать Изобретения Появлялись В результате Именно такой Лени А вот если говорить О лени В отношении Умственной Деятельности Постоянного Анализа Того Что происходит Вокруг тебя То Вот такая Лень Она действительно Приведет К деградации И мозга И всего Человека Это безусловно То есть Тут Лень Может быть Разная Ну имеется Ввиду Наверное Умственная Лень В первую очередь Да Что касается Умственной Лени То безусловно То есть Человек Который Не Нагруждая Не нагружает Себя Умственной Работой Конечно Безусловно Деградирует И более того Он меньше Живет Вот Ведь Существует Четкая Статистика Скажем Вот Еще Со времен Советского Союза То есть Человек Который Обладал Высшим Образованием Проживал Примерно На 17 лет Больше Чем человек Без такого Образования Представляете Это для мужчины Такая Колоссальная Разница И тут Дело не только В пьянстве Рабочего Класса Нет Дело в том Что Человек Перестает Работать умственно И Это Приводит К деградации Всего организма Хотя Надо отметить Что проводились Многие эксперименты И об этом Говорят Многие Ученые О том Если в обществе Очень много Алкоголя И прочей Дряни То в этом случае И лень Мозговой Активности Очень проявляется Сильно То есть Ну что такое Физическая усталость Руками намахнался Прилег Отдохнул Расслабился Все Поленился Чуть-чуть В хорошем смысле Но при этом Разрядился И все хорошо Замечательно А вот Когда мозги Залил Алкоголем То мозги Как будто бы Не отдыхали Там наоборот Удар по ним идет И человеку Лень что-то делать Лень думать Лень принимать Какие-то решения Отстаньте от меня Все Как будет Так и будет Отпускай Что скажут То я буду делать Только не трогайте меня Более того Скажу В алкоголиков Очень просто Проникают Демонические сущности Они даже Группируются Вокруг алкоголиков Значит Существует Такое явление До сих пор Необъяснимое В физике Это шары праны То есть Вы фотографируете Скажем Людей В помещении Или на улице С помощью Фотоаппарата Фотоаппарата Со вспышкой То есть Обязательно Должен воздействовать Ультрафиолет И в этом случае Появляются Вот такие Мутные шары Наверное Все с этим Сталкивались Да Значит Ну Существует теория Даже в Википедии Описано что-то Работают Пылинки Там капельки Ничего подобного Значит Люди специально Это изучали И я это Много лет назад Изучал И даже Когда у меня Появился Первый цифровой Фотоаппарат Я сделал Так Тысяч пять Снимков Ну Своих друзей В компаниях И так далее То я навел Статистику Оказалось Что такие шары Кучкуются Прежде всего Над людьми Которые Злоупотребляют Алкоголем Хотя Да И эти люди В общем-то Дальше Долго не жили Хотя Стоит отметить Что Теория с пылинками Я не отвергаю Эту теорию Которую сказали Но теорию с пылинками Я тоже проверял Когда вот в помещении Которое было чисто Где ничего не было Я делал сначала Фото вспышку Ну снимок С фото вспышкой Без пылинок Без всяких там Да И потом просто Сдувал с руки Пылинки И появлялись Шары Но Надо сказать Что есть шары праны А есть пылинки И вот многие Очень часто Разные шары По своей структуре Разные Да И многие очень часто На пыль показывают Что шары праны И наоборот На шары праны Что это пылинки Вот тут надо просто Разбираться Они все подряд Вместо то и другое Конечно Хорошо Следующий вопрос Станислав Аргентинец Задает Вопрос в эфир Здравия Сергей Альбертович Во многих странах Современным бичом Стало бесплодие В противовес Ставится искусственное Ополтворение О чем вы говорили Не делается ли это Чтобы населить землю Существами Непонятного происхождения С подсаженными Всякого рода Сущностями Во время Манипуляции Над яйцеклетками И сперматозоидами Совершенно правильно Это делается Именно с той целью Чтобы превратить Человека богоподобного В человека сатанического Именно с этой целью И делается Это программа Нового мирового порядка Мало того Что там даже Колдовать не надо Если Искусственное Оплодотворение Проводится То тогда туда Может селиться Что угодно И как правило Не очень высокого уровня А когда Идет зачатие В любви То тогда Туда попробуй Фиг кого вселишь Что это называется Да Безусловно Об этом много Скажем Николай Левашов писал Так что У него это подробно Описано Да И вот Здесь была справка Про Карфаген Финикийское государство Со столицы В одновременном городе Да Извините Я напоминаю Название Финиких Существовавшее В древности На севере Африки На территории Современного Туниса Это как справка Для наших радиослушателей Ну вот Засковка Наверное Тоже Я плохо тренирую Своими Это не ваша сторона Это напоминание Совершенно правильно Мы вспомнили Что вот Самое такое государство Где совершались Эти обряды В массовом виде Это финики Так Дальше Павел Ордынский Вопрос в эфир Сергей Лебертович Знакомы ли вы С новой физикой Гришаева Это когда Над физической Реальностью Существует Надфизическая реальность Например Гравитация Это не свойство массы А только Программно Определенно Физическая реальность То есть Опыт Ковен Диша Шарлатанство У Гришаева Много всего Вы сможете Прокомментировать С точки зрения Это Я не читал Эти работы Но что Опыты Ковен Диша Ошибочные Так это давно Известно Хорошо Вопрос эфир От Светы Сергей Лебертович Здравия Каковы причины Деградации Человеческой памяти Кроме технического Прогресса Достигнутого Цивилизации В наше время Благодарю Ну я уже говорил О том Что Память и вообще Мышление Человек убивает Лекарства Пищевые добавки Это в первую очередь То есть Надо переходить На Экологически Чистую пищу Для сохранения Своей памяти Так сразу Возникает вопрос Вот все Что перечислили Я так записывал Тут и гомовое Хемтрейл Лекарства И наукообразование И фосфор И Что там только не было И аспарант И Аспартам 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 Так Это же все Сейчас во всех Продуктах присутствует Куда не сунься Как человеку Современному Это быть Да Ну Радикальный выход Это конечно Выезжать из города Да Но Не для всех Этот путь Хорош На самом деле Просто надо писать Об этом И чтобы люди знали Что Покупая такие продукты Они сами себя убивают Ну и чтобы об этом Знали Производители Но к сожалению Понимаете Люди думают Сейчас о прибыли Несмотря на то Что с экономической Точкой зрения Это совершенно Не оправдано Скажем С экономической Точкой зрения Внедрение ГМО масла Это совершенно Не оправдано Да Это приводит К прибылям Той же самой Фирмы Монсанто Но В глобальном плане Это совершенно Не выгодно Но тем не менее Скажем Наша Академия Наук Она полностью Поддерживает Эти программы Ну Об этом Говорила Ирина Ермакова Ну Все дело Опять таки Упирается в деньги Потому что На эти проекты Даются гранты А не вводят Грантов Что Ну Будут закрываться Институты Вот Так сейчас Простроена наука То есть Опять Встречаемся С продажностью Проституцией Научной И так далее Да Беда Ну а вот Те люди Которые Сидят Скажем Так У руля У руля России И других Славянских Государств И около Славянских Но неужели Им не понятно Что вот эти Химтрейлы ГМО И прочее Остальное Лекарство Экология На которые Они реально Могут повлиять В лучшую сторону Неужели Они не понимают Что они уничтожают Ну не все же там Все таки Вот те Которые через задницу Все делают Ну понимаете Ведь современные Руководители Государства Это совершенно А если уже Россия Подписывает Такие международные Программы То она Вынуждена Их выполнять Поэтому В этом плане Они мало Что могут сделать Но скажем Можно привести Примеры Скажем Генерала Деголя Он действительно Вышел Вот из такой Программы По строению Нового мирового Порядка На него было Несколько десятков Покушений Ну Все эти Покушения Были раскрыты И в итоге Деголя Пришлось Свергать С помощью Студенческой Революции 68-го года Представляете То есть Спецслужбы Англии Не смогли Вы просто Так устранить Деголи Для этого Пришлось Сделать Революцию Но Наши Правители Так сказать Постсоветского Пространства Они Все связаны С масонством Это даже Не отрицается Им дали Высшие Масонские Градусы И Как бы Они подключены К программе Построения Нового Мирового Порядка И Свобода Действия Их Очень Ограничена А что Можно сказать О Сталине Ведь Неординарная Такая фигура Которую По-разному Можно рассматривать Вчера Насколько Передача Там Очень Много Главный Сведущий Рассказал Интересного Про Сталина Да Ведь Понимаете Сталин Себя Считал Наследником Ленина И в этом Каком-то Смысле Справедливо Потому что Помните Как устранили Ленина На заседании ЦК Он выступил С предложением Убрать Из ЦК Всех Масонов После этого Он оказался В горках Где Его Быстренько Довели Иностранные Врачи Специалисты До кондиции Ну а Сталин Действовал Более Размеренно Он Создал Вокруг себя Так сказать Группу Единомышленников Сплоченных Людей Постепенно Он Выдавил Из членов ЦК Из правительства Почти всех Масонов Вот что Сделал Сталин И это Позволило Ему Проводить Независимую Внешнюю Политику То есть И сам Сталин Не был масоном И Таких людей Как Литвинов Там И других Он Вывел Из Правительства Там Луначарского И так далее Но К сожалению Это все Окончилось Чем Убийством Сталина Причем Вы знаете Про Сталина Пишут Всякие Небылицы Причем Я поражаюсь Тому Как Вот Наше Так сказать Еврейское Либеральное Общество Поливает Грязь Сталина Хотя На самом Деле Наши Евреи Должны Ставить Сталину Памятники Почему Потому что Нет в мире Никакого Другого Человека Кто бы Спас Столько Евреев То есть Речь идет О миллионах Спасенных Жизней Значит Сначала Сталин Спас Наших Польских И украинских Евреев Когда Началась Так сказать Аннексия Тридцать Девятого Года Затем Уже В сорок Первом Году Массово Вывозились Евреи С территории Белоруссии Украины Ну И третий Этап Спасения Евреев Уже Был Совершен В Москве Где Несмотря На то Что К нам Рвались Немецко-фашистские Захватчики Были Выделены Машины Были Выделены Поезда И Так Сказ Наша Еврейская Элита Из Москвы Переселялась В эвакуацию На подготовленные места Уже С мебелью Там С пианинами И так далее Вот что происходило Когда Машины Нужны были На фронте Но После этого В 1953 году Вообще Была Выдумана Совершенная Небылица Про Сталин О том Что он Якобы Собирается Выселить Всех Евреев На новую землю Якобы Это должно Произойти В январе Феврале Глупость Несусветная Потому что Ледоколов В то время Таких не было Которые бы Пролагали путь Для теплокодов На новую землю Но несмотря на это В такие Небылицы Люди Проложают верить Мало того Что в 1934 году Появилась Официальная Еврейская Автономная Область В Советском Союзе И С Биробиджаном Мало того Что еще Сталин Потом Содействовал Разрешению Чтобы появилась Израиль Государство Тоже Как бы Участником Поэтому Как-то так Когда евреи Ополчились На Сталина Ребята Должны Подметки Целовать Этому человеку Да Нет Никакого Другого Человека Который Спас Столько Миллионов Евреев Как Сталин Хорошо Следующий Вопрос Василий 44 Сергей Альбертович Как вы считаете Являются ли Демонические силы Бравыми солдатами Бога Как вы считаете Ну Понимаете Вот к сожалению Вот Наша православная Церковь Говорит Что все от Бога И вот этот план Это божественный план Ну конечно Можно считать Демонические существа Божьими созданиями Но на самом деле Надо четко разделять Что их цель Явно не божественна Их цель Это что Превращение Гомо сапиенс В гомо сатаникус И постепенное Уничтожение Всего вида Гомо сапиенс Ну и уничтожение Всей жизни на земле Поэтому Если вы считаете Это божественным планом То я думаю Что это глупость Это план не божественный Это план сатанический Но с другой стороны Если мы говорим О всемогущих богах Да То в этом случае Они бы Если бы это было Не нужно здесь Они бы не допустили Вопрос В какой форме это нужно И как мы должны Это реагировать Может быть Вот так вопрос повернуть Ну Понимаете Какая штука Ведь Наши боги Они смотрят на нас Ну вот Если мы Не справимся С тем Что происходит на земле Ну Значит Так тому и быть Потому что они Непосредственно Не могут вмешиваться В то что происходит На земле Существуют законы Мироздания Которые запрещают Это делать Люди Сами должны Справиться С сатанизмом Если они не справятся Ну что Человеческий мир Будет уничтожен И возникнет Новая цивилизация Опять Новый каменный век Появится на земле Во всяком случае Уже За время После потопа У нас Исчезло Четыре или пять Цивилизаций Вот только за последние Там Двенадцать Тринадцать тысяч лет Так что Вполне возможно Что если Сатанисты Устроят Мировую Ядерную Катастрофу То На руинах Современной цивилизации Возникнет новое То есть Это Да Это может Так сказать Произойти В ближайшие Десятилетия Вполне Этого не исключаю А вот Когда мы говорили Про роль Сталина Ведь был Такой ярый Оппонент Лейба Бронштейн То Кому Кому Можно было бы Отнести Ну кто не знает Троцкий Я имел ввиду Ну знаете Ведь К сожалению Вот наши Современные Историки Которые Изображают Из себя Патриотов Ну можете Открыть Книгу Всем известных Авторов И просто Набрать там Такие слова Как сатанизм Как внаебрит Как масонство Как сионизм Вы просто Этих слов Не увидите А ведь Без этого Просто невозможно Понять Что происходило Революция Кто ее делал А ведь Бронштейн Радек Там и другие Люди Которые Его окружали Были членами Ложебной Брит И всю Революцию В России Финансировала Ложебной Брит Во главе С Яковом Шифом Практически Главным Банкиром Америки Вот что происходило И об этом Современные Историки Которые Так сказать Описывают События Революции Ничего Не пишут То есть Для них Это запретная Тема А без этого Совершенно Невозможно Понять Кто И зачем Делал Революцию На самом деле Революцию Делали Сионисты Прежде всего Делал Революцию Проектировал Ложебной Брит И план Этой Революции Был Продиктован На интернальном Контакте Главному Масону Того Времени Альберту Пайку Вот что На самом деле Происходило То есть Опять Все туда Уходит Да Это Бесовские Силы Делали Революцию Без этого Совершенно Невозможно Понять Кто И зачем Делал Революцию Следующий Вопрос От Павла Ордынского Сергей Альбертович До вас Вступал На радио Известный Вторая Вторая Мировая Война Это За Организацию Второй Мировой Войны Стояли Так называемые Романовы А вы Считаете Что Гитлер Ставлен Крошин Поясните Пожалуйста Вот в чем Здесь может быть Несостыковка Или Значит Я читал Статьи Тюняева На этот счет В этом смысле Я Насчет Романовых С ним Не совсем Согласен Потому что На самом деле Романовы Это подчиненная Главным Мировым силам Семья И Род Романовых На самом деле Был Прерван Еще при Павле Первом То есть Павел Первый Это уже Не Романов Ну А что Касается Петра Первого То Опять-таки Здесь опять Род Романовых Прерывается Но Петр Первый Опять же Как голландский Масон Человек Совершенно Не русский Не имеющий Отношения К Романову Он опять Не оставил Мужского Наследника То есть Говорить о том Что вот этот Род Романовых Вот так Продолжался Совершенно Неверно И Наши Романовы Некоторые Из них Действительно Становились Истинно Русскими Православными Людьми Тоже 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 Сказать Николая Второго Которого Сейчас Многие Считают Изменником Но на самом деле Это совершенно Не так Да Он действительно Мало Занимался Государственными Проблемами Его беда Состояла в том Что он действительно Был в первую очередь Семьянином Человеком Набожным Знаете Я Как-то в Горбачевское время Был в Манеже На выставке Фотографии Николая Второго Главным Его занятием Была Цветная Фотография Я просто Поразился Вот такие Фотопластинки Размером Где-то там 30 на 40 Сантиметров Где на портретах Виден Каждый Человеческий Волосок То есть Разрешение Там может быть 30-40 Мегапикселей Вот такого Качества Цветные Фотографии Делал Николай Второй То есть Он на это Дело Убивал Своё Драгоценное Время Вместо того Чтобы заниматься Государственными Проблемами То есть Он в первую очередь Был семьянином Человеком Действительно Истинно Православным Но На роль Государственного Деятеля Он просто Плохо Подходил Но считать Его изменником Я считаю Неправильным Вот когда Вы сказали Сначала Что Вот тогда На Павле Был пренул Я так тоже Содрогнулся Потом сказали Что при Петре Отлегло от сердца Потому что На самом деле При Петре Это была Знаменитая Подмена После его поездки В Европу Когда вернулся Совсем Другой человек После чего Убиваются Все родственники Уничтожаются Кого-то Ссылают Там Близкие И так далее Это С другой стороны Конечно Да Так сказать Двоюродным Братом Николая Второго Был английский Король Тут Это дело Отрицать нельзя Но Ведь на самом деле Приказ Об убийстве Царской семье Давался Тем же самым Яковом Ротшидом Яковом Шифом Главой Ложи Бнойбрит Вот Кем был Отдан Приказ Но Как Теперь Выясняется На самом деле Этот приказ Не был приведен В исполнение То есть Главный спонсор Революции Шиф не сумел План Свой довести До конца Его приказ Не был выполнен Хорошо Следующий вопрос Благодаря Сталину Кстати От Олега Из Иркутска Следующий вопрос Сергей Альбертович Известно Что И.В. Сталин Был волхвом Четвертого уровня Посвящения И имел Девять лет Духовного образования С какой целью Во времена Сталина 1943 году Была переименована Христианская Правоверная церковь Греческого обряда В русскую Православную То есть РПЦ Как вы Мотивируете действия Безусловно Великого и Мудрого вождя Что это Прозорливость Пророческая мудрость Поскольку 90% Обрядов В РПЦ Ведические Встроенные В свое время Серафимом Саровским В христианство И можно допустить Что со временем Правоверному народу Легче будет В процессе Смены эпох Обратно Трансформироваться Ведическое православие Тем более Что процент Истинно верующих В писании Догмы Невелик Каковы ваши варианты Благодарю Олег из Иркутска Я думаю Что главная задача Сталина Была В поднятии Русского Самосознания Потому что Он понял Что Самый лучший Солдат Это русский Русский Человек Поэтому Надо было Поднять Русское Самосознание И поэтому Так Изменилось Это название Хотя Сам Сталин Безусловно Был верующим Человеком Я думаю Это нельзя Отрицать И Духовную Академию Которую он Там почти Закончил На самом деле Он бросил По совету Его духовных Наставников Потому что За Сталиным Средила охранка Средила Контрразведка То есть Они знали О царском Происхождении Сталина Потому что Сталин Как оказывается Был сыном Пржевальского А тот Исходил Из царской Семьи Так что Сталин Действительно Был таким Агентом Царской Семьи Который Был Внедрен В революционное Движение И в общем Он стал Красным Императором По праву Даже по Наследственному Праву Хорошо Вопрос в эфир Сергей Ребертович Как вы Видите Те выходы Из демократической Системы Конкретный Алгоритм Действий Что нам Делать В каком Направлении Двигаться Ну Направлений Может быть Конечно Несколько Можно В этом Долго Говорить С моей Точки Зрения Самая Главная Задача Сейчас В том Чтобы Запретить На территории Нашей Страны Действовать Сатанинским Организациям Люди Говорят Что запреты Ни к чему Не приведут Но я Скажу Так Вот Еще Наши Цари Запрещали У нас Неоднократная Деятельность Масонства Это имело Самые положительные Последствия То есть Если бы Не было Этих Запретов То Масоны Развалили Россию Еще В середине 19 века Более того Вполне Возможно Что уже И декабристы А ведь Они были Масонами Развалили Россию Еще Так сказать В первой Половине 19 века Но Цари Здесь Навели Порядок И Запреты На Масонство Сыграли Свою роль Так что Если У нас Будет Введена Такая Же Система Как Было В советское Время То есть Масонские Организации Поставят Под запрет Поставят Под запрет Такие Организации Как Движение Хаббат Любовичских Хасидов То есть Это Сатанинская Организация Где Руководят Всем Люди Гомосексуальной Направленности Кроме того Эта организация Имеет Международную Репутацию Крупнейшего Наркодилера То есть Здесь Даже Особых Законов Применять Не надо Надо просто Применять Уголовный Кодекс И все Но Как я уже Сказал И как писал Дэвид Так Все преступления Таких Организаций Остаются Безнаказанными То есть Вот Надо С чего Начинать То есть Если мы Уберем Источники Которые Разрушают Россию И которые Работают На ее Ликвидацию На ее Расчленение То У нас Будет Надежда Что мы Возродимся Если Мы Этого Сделаем Несмотря Ни на Какие Наши Усилия Они Россию Развалят Развалят Так же Как Развалили В свое Время Советский Союз Я думаю Что Каждому Из нас Необходимо Начинать С себя То есть Первое Что Необходимо Сделать Поменьше Смотреть Телевизор Некоторые Называют Телевизор Зомбоящик Поменьше Смотреть Дальше Как И что Творил В этом Мире И вот Когда Это Все Вы Начнете Понимать Тогда У вас Самосознание Вырастет Вы Начнете Жить Более Правильно По совести И станете Хозяем На земле А уже Хозяева Хозяина Настоящего Обмануть Наверное Будет Сложнее И вот Тогда Чем Больше Хозяев Будет Становиться На земле Можно Будет Предпринимать Все Вот эти Действия То есть Поставить Запрет Вот этому Медведь Своей берлоги Тихонечко Без наезда Без насилия Но помогайте Хоть как-то Потому что Чем больше Вы молчите Тем больше Вы делаете Преступления Потому что Другие Негодяи Не молчат Они делают Своё дело Так Дальше Миколаевич Вопрос в эфир Не знаю Шутливый Не шутливый Я бесов Не выгонял А ведь Веды постигаю Скажите Я безнадежен И если Не безнадежен Помогите Бес выгнать Он меня убивает Ну Конечно могу Ответить Шуткой Как помните У Гоблина Гендафа Изгонял Беса Сатирали Арохана Да С помощью чего С помощью водочной Клизмы Да Ну В общем Конечно Вы понимаете В таких случаях Я не могу Дать Точного Рецепта Ну Ну Что Что помогает Молитва Помогает Молитва И пост Вот что Мне кажется Здесь да Молитва И пост Хорошая Но еще Помимо Вот этого Просто Желание Стать Человеком Ведь Никто Не отменял Закон Свободы Воли Вот если Николаевич Скажет Я не хочу Больше Чтобы мной Кто-то Управлял Я хочу Управлять Телом Которое Мне дало В этой жизни Я хочу Быть Владыкой Этого Тела Я хочу Быть Хозяин Этой Земле То есть царем Царя в голове Включить И сказать Бесы Пошли Вон Все Больше Я вас Не нуждаюсь Вы сделали Своё дело Научили Меня Больше Я вас Не нуждаюсь Пошли Вон И указать Им путь В светлое Будущее И в общем-то Все начнет Меняться И дальше Практики Различные Молитвы Пост Какие-то Другие Но это уже Дополнение Если не будет Изначально Установки Если царь Головь Конечно Это хорошая Психологическая Установка Дальше Я Гриша Всем крепкого здравия Вопрос в эфир Здравия Сергей Алибертович Первое Что вы думаете О математике Математике Пушкина Которую сейчас Распространяет В интернете Елена Коверда И Евгений Мазаев Как я понял Рыбников Считает Её Фейком Знаете Я Не видел Ни Коверды Ни второго автора Мазаева Говорили Да А вот то Что говорил Рыбников Это очень интересно Я думаю Это полезно Всем Послушать Как он Рассказывает Про Пушкина Благодарю И вторая часть Вопроса Как вы относитесь К версии о том Что Христос Был наш Радомир Это версия От Светланы Левашовой Знаете По моей версии Я об этом Уже говорил Неоднократно На самом деле Главные события Которые происходили В связи с Христом Они происходили На территории Современной Франции На территории Галии Но распятие Христа Происходило На горе Монмартр В Париже И об этом Прекрасно знают Иезуиты И именно На горе Монмартр Они построили Свою базилику Которые возвышаются Сейчас над всем Парижем То есть Современные Иезуиты Прекрасно Об этом знают Разумеется Об этом знает Прекрасно Римский Папа Поэтому У них Они говорят Совершенно О другом Христе Я уже сказал О каком О сыне Люцифера Да Вот А что касается Событий Которые описывала Светлана Левашова И сам Николай Левашов То Эти события Подтверждаются Исследованиями Фоменко и Носовского Действительно По всей видимости Такое же событие Происходило И на Босфоре Ну вот По моей версии В Париже Был Распят Сын Того человека Который был Распят На Босфоре То есть Имело место Два события И поэтому Произошло Такое деление Христианской церкви На Западную И восточную Хорошо Вопрос эфир От Владимира Измытич Сергей Либертович Между терминами Глупость И сатанизм Можно поставить Знак равенства Это правильно Или нет Или сатанизм Все-таки Это энергетическая Зараза Паразит Нет Конечно Глупость Это не сатанизм Сатанисты В некоторых вопросах Они Изощренно умные люди Действительно У них Ум Изощренный Такой ум Которого Нету Обычного Человека Почему Потому что Они информацию Черпают Из инфернального Мира А Нормальный Человек С помощью интуиции Черпает Информацию Из космоса Из божественного мира В этом между нами Разница Но тем не менее Я скажу так Что даже Уличение сатанизма В некоторых В некоторых Случаях Приводит к рождению Каких-то гениальных Произведений Вот Были Одержимые сатанизмом И писатели И композиторы Это безусловно Так Но Глупость Это конечно Не сатанизм Но В результате Увлечение Человека Сатанизмом Действительно Может стать Глупым Это Бибусло Но посмотрите На таких Сатанистов Скажем Как Джордж Буш Младший Немногие Знают Что на самом Деле Он сын Главного Сатаниста 20 века Листера Кроули Слышали об этом Джордж Буш Младший Сын Листера Кроули Я не слышал Но интересная Версия Это не версия То есть Не сын Внук Потому что Его мать Была Внебрачной Дочкой Листера Кроули Это Факт И в общем Именно это Способствовало Тому что Такого идиота Избрали президентом Соединенных Штатов Да Но там Как-то Сыдиот Мимо президентов Везет Вообще Достаточно Посмотреть Современные Выборы Ну в общем Что там А вторая Все-таки Вот вопрос Второй Сатанизм Это все-таки Энергетическая Зараза Какой-то Паразит Ну безусловно Энергетическая Зараза Конечно Дальше Несколько вопросов Еще осталось И будем заканчивать Вопросы Фир Сергей Робертович Вы согласны С выражением Что светлые Темные силы Это правая И левая Рука Бога И что Темные существа В этом мире Чтобы нам Помочь Обрести Здравомыслие И пройти Другие Жизненные Уроки Как только Мы приобретаем Здравомыслие И приобретаем Другие Жизненные Уроки Темные Покидают Реальный Мир Ну с этим Я могу Согласиться Только отчасти Потому что На самом деле Я не считаю Что Это Божий Промысел Я уже сказал Что это Планы Которые Продиктованы Сатаной И они Осуществляют Вот эти Одержимые Бесами Люди Осуществляют Эти планы Поэтому Это Не божественные Планы Но тем не менее Действительно Столкновение Сатанизм Должна Проявиться Природа Самого Человека Человека Божественного Если человек Божественный Победит То что Наша цивилизация Будет дальше Развиваться Но если Проиграет То Все начнется С чистого листа Вопрос Эфир от Олега Зеркус Как вы думаете Чернобог Дьявол Вселенское Зло Это Разные Понятия И скажите Пожалуйста Являются Общественные Общеизвестные Лики Иисуса Христа Подлинными И какие из них Известны И какие из них Известных вам И разделяете ли вы Точку зрения Алексея Хрусталева О том Что библейские И евангельские События Происходили В средние века Во Франции Благодарю Да Когда Когда в людей Вселялись Бесы То есть Они Зачинались Вот в этих Инфернальных Контактах То именно Им бесы Диктовали Вот все Эти Религиозные Программы Вот что Происходило То есть На самом деле Сведения Из Ведической Культуры Переходили В такие Тайные Учения Как Кабала Игностические Секты Также Работали На основе Ведизма То есть Они Переделывали Наших Светлых Богов Своих Темных Вот что На самом деле Происходило То есть На самом деле Не Религия Приводила К деградации Человека И В то что Он становился Сатанизмом А все Как раз Наоборот Происходило Именно Сатанисты Разрабатывали Такую Религию Ну а дальше Уже Работала Положительная Обратная Связь И Эти Религии Скажем Религия Тулмудического Иудаизма Она работала На дальнейшее Сатанение Человека Хорошо Ну что Все вопросы Мы Озвучили Можно теперь Подводить итог Нашей встречи И вот когда Мы говорили Про лилит Там упоминали И то что Вот современные Христиане Западного Образца Они Говорят о том Что Как-то так Христос Не оттуда С другой серии С другой песни С другого измерения Да Но в общем Как-то там Если внимательно Не только Тора Ограничится Но еще и почитать Еврейские Более древние Писания И более Такие Скрытые Писания То там Есть такое Повествование О Сатанаиле Которое Иногда Еще Люцифером Называют О том Что Когда он Создал Адама И Нееву Как некоторые Думают Это лилит То они Между собой Стали спорить Что этого Сатанаила До сатанизма Уже довели И он их Просто разделил Ну а куда Эту бедную Лилит Надо было Пристроить Не могла же Она одинокая Такая быть И он отдал Тогда ее Демону Ну не демон Ангелу Там говорится Ангелу Воздуху Шмайлю Или Самуилу И вот у них Как раз Родился Один из сыновей Это Саваоф Тот самый Саваоф Который Сейчас Очень часто Присутствует В разных В общем Такая интересная версия Да У каббалистов Есть столько Мешанины Так что И у современных Масонов Такая мешанина Тут столько У них Разных легенд Которые противоречат Другому Так что там Черт ногу словит На самом деле Вот Поэтому я думаю Они вот по этой версии Пошли И в принципе Там все Тогда все складывается Очень четко Ну по другой версии Там мы понимаем Что есть Вот о чем мы сегодня Говорили там По Левашову Да Есть еще одна версия Там есть третья Десятая Версий много Давайте друзья Будем разбираться Ну что ж Сегодняшний эфир Я считаю У нас прошел Очень удачно Мы не затянули его Почти два часа Даже меньше И в заключение Есть возможность Что-либо сказать Доброе вечное Подводя итог Нашему сегодняшнему эфиру По теме может быть что-то Или просто пожелать Что-то хорошее Ну Что мне пожелать Слушателям Думаю Пожелать Беречь нашу страну И попытаться Ее сохранить Вот что Я хочу пожелать Нашим слушателям Надежда У нас еще есть Так что надежда Не потеряна Надо работать Работать и работать Как Нас учили в классике Как завещал Великий Ленин Да Правда Учиться Учиться Там расшифровка Дальше чем учиться Ну хорошо Я благодарю вас За участие Мое пожелание Какое Чтобы все-таки Как-то мы встречались Почаще в эфире Ну может быть там Раз в месяц Или как-то Вот так вот Эпизодично Какие-то интересные Темы Брали такие Где-то на часок На два И разбирали их Потому что беседы Они очень важны На мой взгляд И разобраться Что было И что нам делать На мой взгляд Сейчас Как никогда Очень и очень важно Потому что Шестнадцатый год Сейчас у нас Трудненький А семнадцатый Переломный Вот что будет После семнадцатого Каким мы через него Пройдем И что мы Возьмем На вооружение И что мы будем Дальше делать Вот это зависит Сейчас от нас Куда мы покатимся В сторону разрушения Которые нам Вот эти самые Сатанисты подготовили В некачественном итоге Как любой паразит Они сами сдохнут Убив своего хозяина Или все-таки Мы как-то На чистую воду Выйдем Да И разберемся Со всем И станем Теми самыми Людьми Теми самыми Человеками Кем нам и завещено Нашими великомудрыми Предками Вот Я предлагаю так Как Сергей Рибертович Да Но главное сейчас Ничего не бояться Надо говорить правду Потому что Если мы будем Продолжать в том же духе Как и действовали раньше То мы действительно погибнем То есть тут уже Времени на размышления Не осталось Но это как на войне Или тебя Или уж ты Да Кто-то должен победить Обязательно Тут уже Падовой ситуации Не может быть Потому что Против нас идет война Вот это вы должны понять Война Долгие годы Долгие столетия Она идет Нас С нами не считаются Но мы не собираемся Кого-то там Так же Ихними методами Там уничтожать Всех подряд Безоговорочно Но все-таки Разбираться нам надо Ну что ж Благодарю всех За участие 23 июня 2016 года Четверг По одному Современных календарей Сегодня у нас На календарике По одному Из старинных 33 день Месяца ветров 7524 лета Третейник Сегодня Кто-то отмечает День Бога Хорса Кто-то отмечает День Ивана Купалы Кто-то Купалу Кто-то будет отмечать Кто-то еще Уже вернее Отметил Это дело вкуса Как говорится Ваше личное Никто не имеет права Настаивать Мы говорили О деволюции Человека в живом эфире А главный соведущий Кто нам об этом Очень много интересного Рассказал Саль Сергей Альбертович Низкий поклон Предлагаю еще Почаще встречаться Не забывать Про наше радио Не забывать Про наших радиослушателей Всем желаю Всего самого-самого доброго С вами был Народное славянское радио Алексей Орлов До новых встреч Услышимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова